Магадан, Колыма Но об этих местах, пропитанных болью и страданием, написаны и другие страницы. Их автор – суровая, но необычайно прекрасная природа этого края. Изучением этих записей уже более 40 лет занимается Магаданский заповедник. Заповедник состоит из нескольких участков. Все они расположены далеко друг от друга и очень труднодоступны. В конце сентября в Магаданской тайге уже ощущается неумолимое приближение зимы. Сотрудники заповедника направляются на Кавычо-Ламжинский участок. Чтобы попасть на отдаленный кордон, необходимо преодолеть более 100 километров с военравных таежных рядов. Встречи с местными обитателями здесь не редкость. Встречи с местными обитателями здесь не редкость. Кава-Челамжинский участок Кава-Челамжинский участок расположен в междуречии заповедных рек Кава и Челанджа и является самым большим в Магаданском заповеднике. Именно там, несмотря на надвигающиеся холода, происходит самое важное действие, от которого зависит жизнь многих обитателей этих мест. Но инспекторы заповедника проделали долгий путь не для наблюдения за любителями рыбы. Впереди встреча с более редким гостем. Это кита – один из наиболее распространенных видов Тихоокеанского лосося. Каждую осень в огромных количествах эти рыбы покидают воды Охотского моря и поднимаются вверх по реке, чтобы дать начало новой жизни. Специалисты заповедника с особым вниманием относятся к этому месту. Из года в год они наблюдают за процессом нереста, оценивают состояние подошедшей рыбы. Это уникальное хуренское нерестилище. На первый взгляд здесь нет ничего необычного. Такая же протока, как и другие. Но рыба выбрала именно это место и нерестится здесь уже сотни лет. Все дело в том, что по берегам бьет множество теплых ключей. Они не позволяют нерестилищу покрыться льдом даже в самые суровые зимы. А открытая вода – это в первую очередь доступ кислорода, столь необходимого для полноценного развития икринок. Это солнечный свет. Это еще немного тепла, такого дефицитного в этих краях. Поэтому и стремится сюда рыба, преодолевая больше сотни километров от побережья Охотского моря. На нерестилище неспокойно. Самцы борются за право оплодотворить икру. Их короткие, но жестокие схватки можно наблюдать постоянно. Это необходимый ритуал, предшествующий нересту. Самки заняты строительством гнезд, так называемых бугров. Такое гнездо самка отложит более тысячи икринок. Сначала многократными резкими движениями хвоста самка роет углубления в песке. На это уходит несколько дней изнурительной работы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok В сумерках самка отложит икру, самец ее оплодотворит, и самка такими же движениями зароет ее в песок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Около недели она будет оставаться рядом, защищая гнездо от попыток других самок отнереститься здесь же. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самцы держатся дольше, чтобы оплодотворить всю икру. Но и они гибнут, становясь кормом собственной молоди, которая появится лишь в апреле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень скоро здесь наступит суровая долгая зима, и жизнь замрет, чтобы вновь возродиться через несколько месяцев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Массовый нерест лосося в Магаданском заповеднике начинается в начале лета. В это время все самое главное происходит в долинах рек, которые становятся основным центром природной жизни. Магаданского заповедника Ирина Утехина и Евгений Потапов покидают цивилизацию и отправляются навстречу с загадочным миром заповедника. Их главная цель – огромные хищные птицы, изучением которых они занимаются уже более 20 лет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То справа, то слева, на поверхности воды появляются головы каких-то крупных животных. Когда удается подобраться поближе, становится ясно, что это тюлень ларга или пестрая нерпа – широко распространенный вид, обитающий в Тихом океане от Аляски до Японии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тюлень в море – это нормально. Но здесь, в тайге, среди волков и медведей, почти в сотни километров от побережья. Но, судя по всему, океанский пришелец чувствует себя в реке прекрасно. Как и в море, ларга образует залежки, насчитывающие порой несколько десятков животных. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь отдых особенно необходим. В отличие от моря, в реках тюленям приходится постоянно бороться с мощным течением, что непросто даже для прирожденных пловцов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для отдыха звери выбирают галечные косы с приглубыми берегами. Опасное соседство заставляет и без того осторожных тюленей удвоить бдительность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но, несмотря ни на что, ларга каждый год покидает привычные воды Охотского моря и устремляется в реки за обильной и доступной пищей. На несколько месяцев становясь полноправным представителем речной экосистемы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас нерестится горбуша. Потом наступит черед киты, потом кижуча. Лососевые держатся в реке до поздней осени, и нерпа возвращается в море, лишь когда по речным берегам начинает появляться лёд. Рыба – основной источник пищи для могучих птиц, ради которых ученые отправились в путь. Это белоплечий орлан, занесённый в Международную Красную книгу. Белоплечий орлан обитает на Камчатке и вдоль всего побережья Охотского моря, вплоть до Амура. Гнездится орлан только на территории России, а за её пределами встречается лишь во время зимних качёвок. За годы исследований учёные заповедника собрали много информации об этой хищной птице. На территории только Кавачеланджинского участка гнездится 20 пар орланов. Они строят гнёзда на высоких деревьях, тополях или лиственницах и используют их из года в год. Река исправно снабжает птиц рыбой. Опасность представляют лишь дождевые паводки. В мутной воде трудно разглядеть добычу. И тогда птенцу может не хватить сил, чтобы выжить. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-давай-давай-давай. Чтобы узнать, что происходит в гнезде, учёные используют летательные аппараты, оснащённые видеокамерами высокого разрешения. С их помощью они получают всю необходимую информацию. В кладке орлана обычно одно или два яйца. В гнезде, к которому направляются учёные, было только одно. Наблюдения проводились весной, и сейчас необходимо узнать, появился ли птенец и в каком он состоянии. Предполётная подготовка занимает считанные минуты. гнездо часто скрыто ветвями и густой листвой, и пилоту необходимо всё его мастерство, чтобы разглядеть притаившегося птенца. Женя, чуть-чуть вперёд, ты бы можешь продвинуться. Вот так вот, вот хорошо, вот он прямо, чтобы здесь исчезли. Мы, соответственно, уже четвёртый год как применяем такие беспилотные аппараты для проверки содержимого гнёзд, что позволяет нам сильно уменьшить нагрузку, стресс на пару, которые и на птенцов. И, соответственно, с точки зрения обработки материала мы всегда впереди, пожалуй, всей России в плане применения географических информационных систем и баз данных. То есть, это вот, пожалуй, наша работа здесь не имеет аналогов в России. Пожалуй, по некоторым параметрам мира. Белоплечий Орлан самый крупный представитель своего рода. Его вес достигает 9 килограммов, а длина тела более 1 метра. Но даже такие могучие птицы не застрахованы от капризов дикой природы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok 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 В дикой природе у взрослых белоплечих орланов врагов практически нет. Нападение волка на такую огромную сильную птицу – случай уникальный. Почему один хищник решил напасть на другого – загадка. Это конечная точка экспедиции. Вот официально у нас вот эта вот последняя точка мониторинга. Вот это вот самое верхнее гнездо в районе вот этого крупнейшего китового нерестилища. Пуреновское нерестилище так называемое. Отсюда до побережья Охотского моря около 150 километров. Мы были, по сути дела, первые, кто начал изучать орлана на Североохотском побережье. Когда мы собирали данные литературные о нем, то не было, собственно, ничего. В 90-х годах, когда летали на дельтаплане, закортировали участки. И, по сути дела, мы проверяем то, что мы узнали еще в самом начале проекта. И не так много, во-первых, появляется новых участков. А, с другой стороны, старые участки, как правило, всегда все заняты. Орлы, взрослые, большие орлы, они гнездятся не каждый год, но вот. Но, тем не менее, то есть численность как бы... Мы не заметили никакого резкого снижения численности за эти годы. Научные работы на Кава-Чаламджинском участке закончены. Впереди отдых на уютном кордоне. Обсуждение сделанного и составление новых планов. Изучение уникальной природы Магаданского края продолжится. Теперь уже на морском побережье, где расположен еще один участок Магаданского заповедника. Ольский участок заповедника расположен всего в 50 километрах от Магадана. Но добраться туда можно только морем. Участок расположен на полуострове Кони, омываемом водами Охотского моря. Его восточная граница проходит по непроходимым горным хребтам. Морской переход занимает пару часов. Эти угрюмые скалы впервые увидели русские моряки более 300 лет назад. С тех пор они мало изменились и завораживают современных путешественников точно так же, как и во времена первопроходцев. Кордон заповедника расположен на мысе Плоский. Здесь, в Охотское море, падает одна из крупнейших рек полуострова – Хинджа. Все реки полуострова исключительно горбушевые. На нерест сюда заходит только этот вид лососевых. Стаи горбуши начинают подходить к устью реки в середине лета. Но двигаться к нерестилищу рыба не спешит. Сначала она заходит в места со сравнительно спокойным течением и остается там на время. Как говорят их теологи, рыба опресняется, привыкает к пресной воде. В это время облик рыб начинает меняться. Тело сплющивается. У самцов образуется высокий горб. Отсюда и название – горбуши. Вскоре рыба меняется до неузнаваемости. Челюсти удлиняются и изгибаются, образуя настоящий крючковатый клюв, как у хищной птицы. Казалось бы, в таком наряде горбуши ничего не страшно. Но путь к нерестилищу – это настоящее испытание. Все начинается еще на подступах к реке. Здесь, как бессменные часовые, дежурят тюлени-ларги. Неподалеку находится лежбище, где животные отдыхают, дожидаясь своего часа. Их время – прилив. В прилив горбуши проще заходить в реку. И здесь ее поджидают проголодавшиеся тюлени. Их� – впереди, которые не kryпят. Кому я сказал, что перед волейтый клюв! Продолжение следует... …грошь... Поддержку с воздуха обеспечивают чайки. Они не могут пропустить этот бесплатный пир, устроенный самой природой. Субтитры создавал DimaTorzok Выжившие в первых испытаниях продолжают свой изнурительный путь к нерестилищу. Многие несут на себе следы встреч с морскими хищниками. Но сейчас это уже не важно. В их телах и так происходят необратимые изменения. Рыба перестает питаться. Ее желудок и кишечник атрофируются и не выделяют пищеварительные ферменты. Печень не работает. Мышцы быстро теряют накопленный жир. Иммунная система ослабевает. Но повинуясь могучему древнему инстинкту, тысячи рыб продолжают стремиться туда, где они когда-то появились на свет и где теперь обязаны завершить свой жизненный цикл. Ни быстрое течение, ни перекаты, ни пороги не могут остановить этот бесконечный ход. А выше по реке горбушу поджидает еще один любитель рыбы. Полуостров Кони – благодатный край для бурого медведя. Они скапливаются здесь в огромных количествах. Встречи с косолапами постоянны, и инспекторы заповедника никогда не выходят без ружья и верного помощника. Каждый сезон щедрая природа предлагает местным медведям разнообразные лакомства. Летом – исключительно рыбный стол. Но даже измученная и обессилевшая рыба – непростая добыча для косолапого рыбака. Приходится изрядно потрудиться, чтобы обеспечить себя на зиму необходимым запасом белка. Как истинный гурман, медведь хорошо разбирается в меню. Он знает, что мясо горбуши стало дряблым и волокнистым, и уже не такое вкусное и калорийное. Его цель – икра. Единственный ценный продукт, оставшийся в изнуренной рыбе. Редактор субтитров А.Семкин И все же большая часть горбуш доберется до мест нереста и там расстанется с жизнью ради ее возобновления. Уже через несколько месяцев новое поколение мальков, унаследовав упорство и целеустремленность родителей, вернется в воды Охотского моря. А еще через два года неумолимый инстинкт приведет косяки горбуш к устьям родных рек, и они вновь совершат неизбежное кочевье до смерти. Быстроходный катер заповедника следует по своему регулярному маршруту. По последним данным, на прибрежной территории Ольского участка заповедника гнездится 15 пар белоплечих орланов. Но вот зоркий глаз исследователя обнаруживает гнездо, которого раньше здесь не было. Ага, и вон взрослый, один на гнезде. Значит, мы нашли новое гнездо белоплечих орланов, которое не заметили во время учета в конце июня. Там явно что-то есть, потому что только что на наших глазах туда сел взрослый орлан с рыбой, а второй все это время сидел на этом дереве у гнезда. Это явные признаки того, что гнездо занято. Сейчас мы возьмем координаты и, может быть, что-то... Будем запускать, что ли? Слушай, я бы туда забрался быстрее, чем я собираюсь. Ты туда забрался бы? Ты уверен, что ты туда заберешься? Да. Серега, можно чуть-чуть пройти туда распадок, посмотрите? На склоне гнезда сверху, на нашем склоне. На склоне, да. А это я даже не представляю. Там, видишь, вверх весь заросший и до него как ползти. Надо же! Да, мы его в июне прошли, я его не заметила, гнезда, птенца там. Все время считалось, что белоплечий орлан типичный ихтиофаб. Да, конечно, он предпочитает есть рыбу, потому что это наиболее массовый и доступный кор. Но на Северо-Охотском побережье, который отличается своими многочисленными птичьими базарами, орланы очень много едят птиц. До 70% мы смотрели. И некоторые пары, которые вообще живут на крупных птичьих базарах, они практически одними птицами питаются. На крутых утесах полуострова гнездится великое множество птиц. Суровый клинут и холодные воды Охотского моря для них не страшны. Главное – пища, которая здесь в достатке. Птицы правят на этой неприступной тверде с ранней весны и до поздней осени. Самые многочисленные здесь – тихоокеанские чайки и маевки. Маевки – самые морские из чаек. Большую часть времени они проводят вдали от берегов. Суши для них лишь вынужденная остановка. Маевки не улетают зимовать далеко на юг, стараясь переждать зиму неподалеку от мест гнездования. Тихоокеанская чайка тоже не любитель теплых стран. Для зимовки ей достаточно свободного от ольдоморя. Практически вся мировая популяция тихоокеанской чайки выводит птенцов на территории России. Здесь же гнездится и берингов баклан – самый маленький и самый распространенный из шести видов бакланов. От большинства своих сородичей он отличается более изящной фигурой и спокойным нравом. Берингов баклан кормится исключительно рыбой. В поисках пищи он может улетать очень далеко в открытое море, за что и получил свое латинское название – пелагический баклан. Очковый чистик – очень распространенная морская птица, гнездящаяся от островов Японского моря до побережья Чукотки. Это самый крупный из чистиковых. Кормятся чистики недалеко от берега, Сначала птицы просто плавают, наблюдая за рыбой. Убедившись, что рыбалка стоит того, чистик ныряет. Такой способ приносит почти стопроцентный результат. На южных, прогреваемых солнцем травянистых склонах расположились колонии и паток, и топорков. Топорки сильно выделяются среди своих соседей. Огромный плоский клюв делает их похожими на попугаев. Но топорки – истинные морские охотники. В поисках рыбы они могут нырять на глубину до 50 метров. Своеобразное строение клюва позволяет приносить в гнездо до 15 рыбок за один раз. Наблюдая за жизнью морских птиц, так свободно и легко обитающих на границе двух сред, понимаешь, что поверхность воды – это не преграда, а всего лишь тонкая граница, разделяющая два таких непохожих, но так тесно связанных мира. метров пять отдай лечить. КОНЕЦ Основу жизни подводного мира составляют водоросли. Как и растения на суше, они участвуют в процессе фотосинтеза и снабжают нашу планету кислородом. Водоросли являются надежным убежищем для многих подводных обитателей. Здесь уживаются бок о бок самые разнообразные организмы. Но только опытный исследователь может рассмотреть их под покровом густой растительности. Среди актини и губок нашли себе приют галлажаберные моллюски. Галлажаберники – плотоядные существа. Поедая ядовитые тела актини и губок, они сами становятся ядовитыми и опасными для хищников, которые обходят стороной их боевой окрас. Как и галлажаберники, многочисленные морские звезды тоже щеголяют неповторимой раскраской. Но внешняя привлекательность обманчива. За ней скрывается недремлющий хищник. Некоторые морские звезды нашли общий язык с морскими губками. Губки всю жизнь проводят на одном месте. Питательные вещества им приносят вода, которую они неустанно фильтруют. А частицы пищи, которые губка профильтровать не может, достаются звездам. Гигантские актинии – такие же домоседы. Чтобы схватить добычу, они используют щупальца, которые придают им сходство с диковинными цветами. Похожий способ охоты использует крупная афиура с жутковатым названием «голова горгоны». В отличие от афиур поменьше, которые довольно ловко перемещаются в поисках пищи, горгоны – не любители погони. Вместо этого они обзавелись целой системой ловких щупалец. А вот «Медуза» всегда в поиске лучшего места. Под властные волнам и морским течениям они проплывают сотни километров в поисках подходящей пищи. Но главный обитатель моря, конечно же, рыба. В Охотском море насчитывается более двухсот видов рыб. Это самое важное звено в пищевой цепи морской экосистемы, обеспечивающей надежную связь между двумя мирами. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Магаданского края. Но по-прежнему эти реки, горы и море полны загадок и неведомых историй. Здесь еще осталось много дорог, пройдя по которым можно стать свидетелем уникального действа, способного поразить даже самых искушенных зрителей. Но оставаться лишь безучастным наблюдателем недостаточно. Природа была и остается для нас надежным убежищем и защитой. Пришла пора и нам отплатить ей тем же. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...